Всем привет! Меня зовут Катя и у нас с вами очередное видео из рубрики «Купить нельзя выбросить», где мы с вами решаем, что стоит попробовать, а на что деньги были потрачены зря. Надеюсь, это видео убережет вас от ненужных покупок или даст вам кое-какие подсказки. Сегодня у нас с вами раздел «Гигиена». Давайте разберем все по порядку и сделаем такую подборочку категорий, чтобы было легче выбирать. Учитывая то, что творится в мире, одним из главных продуктов в разделе «Гигиена», наверное, является антисептик. Я закончила немаленькое количество. Я не использую его непосредственно из этой тубы, хотя в машине у нас парочку лежит. Я переворачиваю тубу, в стаканчик ставлю, вверх тормашками, потом обрезаю уголок и переливаю в дозатор. У меня это флакончик от гидрофильного масла. Он достаточно густой, в этом дозаторе он прекрасно перемещается, никаких проблем не создает. 70% содержание спирта говорит нам о том, что это хороший антисептик, потому что доказано, что с этой заразой, не буду говорить это слово, иначе видео будет долго проверяться, бороться можно только с 70% спиртом. Поэтому обратите внимание, особенно если вы делаете первый заказ, их можно и в акте каталога приобрести по хорошей цене. 66 рублей, по-моему, если 3 приобретаете. И это точно дешевле, чем в магазине и качественнее. Проверьте обязательно, например, в том же фикс-прайсе и любом другом хозяйственном магазине, какое содержание спирта. Если меньше 70%, то он бесполезен. Раз уж заговорили о чистоте рук, давайте поговорим о мыле. Я использовала несколько видов мыла, но в основном я пользуюсь мылом из канистры компании Синергетик, там 5 литров с медальным молочком. Но иногда я пробую что-то из Фабиолик, или мне дарят что-то из магазина, сама покупаю. Вот такой покупкой стала антибактериальная мыла. У меня есть еще один флакончик, я в него залила мыло из этой канистры. Это мыло с антибактериальным эффектом, и я его приобретала не ради антибактериального эффекта, а потому что у него приятная была душка яблока с корицей. Оно было достаточно такое густое, очень хорошо пенилось, большой объем и стоило очень недорого. Это мое любимое мыло, я уже говорила, что линейка Флёр де Прованс стала для меня открытием. Приятный сладкий аромат, это для тех, кто любит сладкие ароматы. Очень красивое оформление, фиолетовый флакончик, жидкость тоже фиолетовая, а я очень люблю фиолетовый цвет, хороший дозатор, использовала просто до дна. Но я в принципе все пластиковые баночки, бутылочки всегда ополаскиваю, храню их в таком виде и потом сдаю в переработку. Мыло из линейки Бьюти Кафе, банановая душка, но такая химозная, как если бы это была детская банановая жвачка. Не могу сказать, что что-то особенное. Мыло, если мне не изменяет память, было кремовым, но в любом случае руки сушила. Покупать не буду, а Флёр де Прованс, если еще раз получится запастись, запасусь. Все-таки мыло из канистры дешевле, но когда очень нравится душка, можно купить и флакончик подороже. Закончилось практически. Я уже один кусочек полностью использовала, второй уже заканчивается. Кусковое мыло Ательер де Сапон. Это у нас мыло кусковое на максимально натуральной основе, 94% натуральных ингредиентов. Уже на четвертом месте в мыле глицерин, на пятом парфюмерная душка. В состав входят масла. Мыло действительно не сушит. Мырится для Фаберлик хорошо. Кто поймет меня, тот поймет. Но я все-таки очень люблю мыло дав. И как только я измылю все, что у меня есть, я вряд ли буду приобретать в компании Фаберлик. Хотя вот в линейке Суперфуд мне очень нравится глицериновое мыло. Вот его бы я повторила. Практически полностью использовала мыло Барберлаб. Оно кроводратное, из мужской линейки. Вот вам артикул. На Актих тоже можно приобрести недорого. Лежала в мылице, руки не сушит. Мне это очень понравилось. Если мне не изменяет память, в составе должен быть уголь. Ну, как обычно, тоже глицерин на четвертом месте. Парфюмерная душка. Ну, я, может быть, ошибаюсь, но мне казалось, что указано оно черное такое, ну, темно-серое. И там уголь. И я его отправила в душ, мыть зону подмышек. Все-таки уголь обладает антибактериальным эффектом. И абсолютно мне не понравилось. Мыло из детской линейки Lovely Moments в виде падающего мишки. Плохо мылится. Никакими там особыми выделяющими свойствами, выделяющими из всех мыл не обладает. Поэтому покупать не буду. Забыла показать вам артикулы. А, нет, показала, но они очень мелкие. 78,40. Это с оливой. У них отдушки еле уловимые. Ну, приятное мыло. И 78,37. Миндаль и ши. Вот, если бы повторяла, то повторила оба этих мыла. Они очень хорошие. Из товаров для детей. У меня закончилось все, но только не от компании Faberlic. Я уже говорила, что мне категорически не нравится отдушка в линейке для детей 0+. Поэтому я приобретаю в детском мире мыло солнышко. Вот этот флакончик мне подарили. Мне оно очень понравилось. И ручки умыть, и подмывать оно идет с возраста 6+. Недорогое, хорошее, очень густое, хорошо умылится. И это компания Alanta. Такое же с авокадо, но вот с авокадо мне понравилось больше. Мне показалось, что все-таки с экстрактом ромашки как будто бы чуть-чуть подсушивает. Также закончилась моя любимая пеночка в старом оформлении, в новом. Не знаю, что из них старее, что из них новее. Покупаю по акции в детском мире за 239 рублей. Очень хороший дозатор. Не выбрасываю их. Хочу все-таки начать разбавлять мыло. Если получится создавать пенку, мне очень нравится. Ну, я имею в виду детское мыло. Подмывать удобно, потому что уже пенка готовая. Деликатно очищает, легко смывается. Однозначно советую к покупке. Долго расходуются. Экономно. 239 рублей стоит всех своих денег. Это, по-моему, израильская компания. И закончилась. Мне дарили еще первому малышу. Johnson's Nежность хлопка. Очень-очень густой гель. Приятная очень отушка. К покупке тоже советую. 300 мл на акции в детском мире. Можно взять по хорошей цене. И закончился Атопик. Гель для купания с головы до пяток. Для детей с атопическим дерматитом. Ой. Стоило оно очень дорого. Опять же, это та же самая фирма Alanta, что и производит мыло солнышко. Но прям особого какого-то эффекта, что от него кожа меньше сохнет, мне кажется, я не заметила. Поэтому не вижу смысла больше такие деньги за него отдавать. Очень хочу попробовать, что нам предложит компания B.O.C. И закончились. Покажу одну упаковочку. На самом деле, закончилось очень много. Самые-самые лучшие детские салфетки Pampirino. Здесь 20 штук. Они от 0+, и они антибактериальные. Там очень хорошая салфетка, хороший размер. Отличная ткань, да, сам материал. Ну, просто безупречный. Вот вообще никаких нареканий. 20 штук можно приобрести за 38 рублей. Ну, по акциям, интернет-магазине. Суперские салфетки. Если увидите, возьмите хотя бы одну упаковку и обязательно попробуйте. Это вещь незаменимая. И пачка не такая большая. Она плотненькая, но небольшая. Всегда с собой в сумочке, в рюкзаке. Если что-то там где-то сыночек погулял, активно все потрогал, я сбрызгиваю ручки спиртом. Чистым спиртом. Кто-то, возможно, скажет, что нехорошо. Ну, я так поступаю. И потом обязательно протираю ручки влажными вот этими салфетками. Они лучшие из всего, что я пробовала. Там, где мыло, там и гель для душа. Сюда же я принесла упаковку от мочалки Beauty Cafe. По-моему, в текущем каталоге она на акции, если я не ошибаюсь. Хотя это могло быть и в прошлом. Мочалка обычная. Такая из сеточки выполненная. Внутри были штучек 10 шариков с ароматом черничного йогурта. Задумка отличная. Задумка отличная, потому что, ну, во-первых, мочалка, которая сама себя мылит, это очень классно. Во-вторых, оно в упаковке, что можно брать с собой. Можно брать, там, кому куда надо, в спортзал, в бассейн, в отпуск. Но задумка отличная. Но, к сожалению, к тому моменту, как мы поехали в отпуск, у меня там уже кусочки мыла закончились. Мыло израсходовалось примерно недельки за две, я думаю. А мочалка до сих пор не распустилась. Хотя я пользуюсь уже достаточное время, практически каждый день. Сама мочалка очень хорошая. Приятного, нежно-фиолетового цвета. И мне кажется, как подарок, чисто символически, очень оригинально. Можно приобрести по стоимости до 200 рублей. К покупке советую, но предупрежу. Мыло, которое входит в состав, сухую кожу, атопичную, сушит нереально. Поэтому я еле дождалась, пока эти шарики закончатся. Я теперь просто пользуюсь мочалкой. Еще у меня есть бамбуковая варежка-мочалка. Она, насколько я знаю, вообще-то для тела, если я не ошибаюсь. Но ее уже нет в каталоге. Я ее на распродаже покупала. Ну, может быть, у кого-то она есть. Да, она для тела, но она бамбуковая, очень мягкая. И я ее использую, чтобы в душе смывать масочки. Легко стирается, сушится на батарее. Все прекрасно. Дарили мне гель для душа, лимон и корица. Это одушка. Вот я люблю корицу в одушке, но когда она, например, из серии какой-то выпечки или яблочко. А здесь одушка была действительно, знаете, как у терафлю какого-нибудь. Мне она не нравилась, это ладно. А во-вторых, она сушила кожу. Я отдала маме, она таких проблем не заметила. Но судя по тому, что она тоже до конца не допользовала, не вызвала каких-то особых радостных чувств. Поэтому, естественно, повторять не буду. Но, наверное, как мыло для рук его можно использовать. Закончился, наверное, один из первых, впервые в жизни у меня. Вот эти два геля для душа, это те гели для душа, которые я использовала сама. Не отдала кому-то допользовать, там, супругу, маме, а использовала сама. Это гель для душа Бонжорни Япония. Обалденный цитрусовый аромат, лимонный, сочный, такой радостный, такой вкусный. Просто невозможно оторваться. 250 миллилитров, можно приобрести за 73 рубля. Артикул 2643. Обалденный гель для душа. Если вы его пробовали, то обязательно попробуйте новый гель для душа, который у нас появится от компании B.O.C. Я вам отзыв давала, потому что, в принципе, они похожи. Вот по насыщенности от душки, да, очень сильная душка такая, вкусная, натуральная. По текстуре очень похожи гели, но только Бонжорни сушит, конечно, больше, чем B.O.C. Закончился у мамы гель для душа с ароматом, вот как раз такие, выпечки, яблочко с корицей. Флакончики, конечно, отмыла. Но от душку я помню, она очень натуральная. Lovely Moments. Обалденный гель для душа. Я их покупала на распродаже, что-то по 53 рубля. Вот. Ну, у меня еще есть в запасе в этот Новый год буду дарить. А, вот этот понравилась очень от душка моей маме. Я отдала, и вот его она использовала до конца. И мой любимый гель для душа из линейки смузи Superfood. Указано, что гранат по факту пахнет яблочком. По акции можно тоже купить за 73 рубля. Не содержит SLS и SLES, не сушит кожу, и мне идеально подходит. Вот это, конечно, моя любовь. Все они, кроме того смузи, которое с ревнем. Вы знаете, я сейчас поняла, что у меня товары для дома расходуются в больших количествах, тем товары для гигиены. Но я сразу скажу, что я гелем для душа не пользуюсь при каждом принятии душа. Я моюсь гелем для душа чаще всего, вот мою голову и мою тело. Потому что если я буду каждый день мыться гелем для душа, то у меня кожа просто отвалится. И не знаю, какие будут от этого последствия. Добрались мы с вами до скрабов для тела. У меня только один закончился от компании Faberlic. Я уже говорила, что в компании Faberlic скрабы дорого выходят. Это у меня был из линейки Beauty Cafe, который пах очень сильно малиновым вареньем. Использовались в составе, по-моему, косточки малины. В геле плавало несколько косточек. И отшелушивающие свойства по факту были так себе. Хватало-то ненадолго. И, короче, невыгодно. Есть еще такой с грушей. Вот там сахарный скраб. Он похож на вот эти, сейчас о которых буду рассказывать. Вот это мои любимцы. Эти три скраба сделаны с использованием сахара. У меня есть распаковка с магазина Фикс Пресс. Можно там поближе посмотреть. Стоили что-то в районе 73 рублей. Здесь хороший объем. Этот скраб для тела манговый. Обалденный пах манго. Он идет у нас, ну, не ждите, что моя камера вам на телефон покажет. Он идет на основе сахара, который кофейный. Пахнет, ну, скорее, не кофе. Он пахнет кофе 3 в 1. У него в составе, помимо сахара, было еще кофе. Да, молотый кофе с корлупа ореха. То есть вот он уже более такой ядреный. Тут просто сахар. Тут уже добавляется молотый кофе и с корлупа ореха. Был еще клубничный. На первом месте в составе соль, а потом только дальше будет сахар. Там у меня крышечки хранятся от всех шиколок разных. И вот этот скраб, где в геле плавали крупнодробленные косточки абрикоса. Вот он использовался для пяток, потому что он очень грубый. На тело я его применять не хотела бы. А вот эти 3 я прям с удовольствием использовала для тела. И очень хочу повторить покупку, но боюсь заходить в Фикс Прайс. Потому что как только я туда зайду, я обязательно куплю что-то ненужное. И, кстати, баночки я не выбрасываю. Такие подобные. Это вот у меня баночки от... По-моему, что-то из этого... Это все были кремы для тела, Фаберлик. Я просто сохранила вам показать. Я снимаю полностью этикетку, промываю баночку. И эти баночки уходят на работу к моему мужу. Тут будут храниться болты, саморезы. Очень удобно, что баночка прозрачная, очень-очень-очень толстый пластик. Вы можете хранить в них украшения, вы можете хранить пробники. В общем, на самом деле, очень много сфер применения. Поэтому кремы для тела от Фаберлик классные. Банки я их сохраняю. Эти баночки тоже отправятся к супругу на работу. Учитывая, сколько у него там мелочевки, они ему обязательно понадобятся. Вот еще есть такая баночка. Ну, раз уже заговорили про кремы для тела, закончилось у меня две биомики. Я показывала, что покупала ее на распродаже по срокам годности по 70 рублей. У меня еще запас хороший, использую и для тела, и для рук. Очень нравится, что действительно прекрасно ухаживает за кожей. И несмотря на то, что отдушка отвратная, кожа волшебная. И когда вы наносите вечером этот крем на тело, в следующий раз, когда вы купаетесь, вы его смываете. То есть он вас настолько хорошо обволакивает, но вы не ощущаете какой-то пленки, от которой вам жарко, липко, противно. Нет. Он как будто бы становится частью вашей кожи. Линейка биомика. Она у нас... Простите, он такой уродский влакончик пока. Ну, я все упаковочки разрезаю. У нас здесь указано, что PH 5.0, приближенно к естественному PH. Натуральные компоненты. Ну, вот из всей линейки биомика могу посоветовать только этот крем-флюид. Он действительно стоящий. Ну, на лицо, конечно, на лице он такую пленку создает тоненькую, которая не дышит. А вот для тела шикарно. Вот именно из-за таких флакончиков мне не хочется снимать пустые баночки, потому что выглядят они некрасиво. Огрызки, обрубки. Но отзыв я вам свой дам. Если кому-то не нравится, немножко промотайте. Получала я в подарок вот такую пену для рук Бали. Верри Берри. Это прям небольшой флакончик с пеной, естественно. Но вот ему уже очень много времени, и поэтому он уже плохо работает. Смыла эту гадость рук. В общем, долго я пыталась разобраться, что значит хэнс чаум. Я уже думала, может, это пенка для мытья рук. Но мыть она как-то странно. Если это крем для рук, почему он не впитывается, оставляет липкость? Короче, пока разбиралась, она испортилась. Ну, если вдруг кто-то знает, что это такое, и кто читает по-немецки хэнс чаум. Я уже даже пыталась состав читать. Я пыталась в гугле переводить. Но не смогла найти перевод. В общем, вот такая странная вещица. Возможно, задумка хорошая. Но я не поняла. А душка была такая немножко даже химозненькая. Избавляюсь. До того, как я попала в компанию Фаберлик, самым лучшим для меня кремом, помимо бархатных ручек, был интенсивное питание. Крем Гарнье. Он приятно пах. У него такая была кремовая душка а-ля Невея. Большой тюбик покупала по акции в Литуаль. Две штучки приобретала. 100 мл. Очень хорошо питает все. Но он прям очень-очень жирный. Закончился также у меня крем Лакрем обновляющий. Он был с висташкой. Но долго говорить о нем не буду, потому что его уже нет в каталоге. Но линейка Лакрем есть. Она вся волшебная. Есть у меня отдельное видео на канале про кремы для тела. Обязательно посмотрите. В моей папке пустые баночки. Как раз оно должно быть. Если не найдете, пишите. Я вам кину ссылочку. Или под видео оставлю всю информацию. Крем был очень хороший. Приятно пах, питал. Руки не на первом месте для меня. Крем Бьюти Кафе. Малина белый шоколад. Замена которому теперь есть линейки Лавли Муменс. Потому что пахнет точно так же. И по качеству, мне кажется, точно такой же. Тюбик был прозрачный. Внутри был густой крем. По составу вроде бы неплохо. Масла, масла. На первом месте вода. На втором глицерин. На третьем цитилалкохол. Дальше масло подсолнечника. Семечек подсолнечника. В общем, масел тут несколько. Если я правильно помню. Есть даже пантенол. Но крем был абсолютно бесполезный. Ну вот абсолютно бесполезный. Как новичок в линейке Лавли Муменс. Бесполезный. Закончился вот этот крем у меня номер 2. В списке кремов для рук от компании Фаберлик. На первом месте у меня формула омоложения. Похожий тюбик только белый. А это была жидкая перчатка. С ней я познакомилась до формулы омоложения. Очень приятная яркая душка. Мне кажется, он... То есть белый чуть-чуть пожирнее. Но у меня там еще капелюшечка есть. Я его допользую. Он тоже полетит в пустые баночки. Вот его однозначный совет. Ну, как вы понимаете, я его первым приобрела. Просто потому что тюбик фиолетовый. Винотоники. Но у меня их было больше, мне кажется. Я просто не всегда скидывала в пустые баночки. Крем действительно помогал снять усталость. Он меня спасал во вторую беременность. Но единственное, у него какой-то бешеный расход. Вот прям его много нужно. Да, я уверена, у меня было больше тюбиков. Вот. Потому что расход бешеный. Но крем работает. Вот крем работает. Если есть проблемы действительно с этой сферой. Если нет, то и не заметите. Не заметите. Обалденный. Просто обалденный был крем в линейке зима. Но, к сожалению, ее уже перевыпустили. Там крем немножко другой. Ну, не к сожалению. Там тоже он неплохой. Но вот этот был просто-просто обалденный. Он мне очень нравился. Не очень я понимала линейку про руки, про ноги. Раздала то, что покупала. Сама не смогла пользоваться. Вот один единственный. Как это еле-еле добило. Пыл жидкий. Ни питания, ни увлажнения я от него не получала. И мне кажется, все-таки линейка Happy Hands, Happy Foods повторяет в какой-то степени линейку про руки, про ноги. И закончился один бальзам для стоп гладкие пяточки. Чаще всего я использовала его для кутикулы. Очень плотный гель. 40% глицерина. Ну, вот для пяток, для локтей, для кутикулы подходит. И стоит недорого на акции. Можно рублей за 70 приобрести. Я как-то проскочила. Категорию гелей для интимной гигиены. Вот вам тут представлены два продукта, которые не стоит покупать. Этот я еле допользовала. И уже как мыло для рук, потому что он был отвратительный. Он был жидкий, неприятный. Химозная душка. Для зоны, чуть не сказала бикини. Для интимной зоны он мне не подходил. И точно к покупке не советую. И как-то я решила, у меня бывает так. Мне даже в комментариях в прошлом видео писали, что бывает так. Захочется что-нибудь купить в магазине, а потом возвращаешься к Фаберлик. Вот точно так же было у меня. Как-то я делала заказ в детском мире. Думаю, ой, давайте я попробую интимный гель. А нет в компании Фаберлик. Он, девочки, абсолютно полный. Вот он прям полный-полный. Здесь такой, сейчас аккуратно сделаю, даже на руку не хочу выдавливать, очень жидкий гель. Вот вы увидели, да, что-то непонятное, водянистое попало. Он сушит интимную зону. Уже как мыло для руки я его, возможно, допользую, но никому не советую покупать. Ну, по сравнению с гелем интимным Story de Amor, классическим, да, из нашей линейки, это вообще, что попало. 96 или 98 рублей за него отдала. Просто деньги на ветер. Бесполезные средства. И это, кстати, опять же, вот эта фирма Alana, которая солнышко, гелитопик. Вот пока все, что я пробовала, солнышко стоит внимания. А это нет. Отвратная вещь. Точно не советую. Переходим к уходу за волосами. От моей мамы мне достался шампунь. Шампунь Бальзам 2 в 1. Линейка Ботаника. Максимально натурально. 94% натуральных ингредиентов. Не очень приятная душка. И не очень хорошее состояние волос после использования. Вот именно этот. А сейчас мама использует такой же большой флакончик для окрашенных волос с гранатом. Ей очень нравится. У нее все и шампунь, и бальзам, и маска. Также как-то на распродажах я покупала линейку Био Арктик. Все три продукта тоже маме. Потому что я как-то очень часто пренебрегаю бальзамами. Особенно когда моешь шампунями без СЛС. Это вообще не требуется. А она очень любит и бальзамы, и маски. Но у нее короткие волосы, крашеные, перекрашенные. И чтобы это все дыбом не стояло, ей без масок и кондиционеров не справиться. Покупала я всю эту маску, наверное, рубля за 73. Тут, конечно, были обалденные дужки. Оформление немножко устаревшим. Да, баночка тоже пойдет к супругу на работу. Оформление, конечно, не очень. Покупала что-то за 66 рублей, что-то за 73 рубля. Но шампуни были отличные. Девчонки, если кто пользовался, если кто уже давно в компании Фаберлик, напишите, если вам тоже нравилась линейка Биоарктик. Обалденная. Когда я пришла, она уже не была представлена в каталоге. Но мне удалось попробовать несколько продуктов. И моей маме. Но мы остались в полном восторге. И очень жаль, что ее нет. И ботаника, конечно, уступает. Уступает Биоарктик. Почему убрали? Не знаю. Очень-очень понравилось. Но вот больше нет. Дарили мне шампунь в виде кусочка мыла. Это мужской. Но я на себе протестировала. Супруг посмотрел на меня, что это он будет мылом мыть голову. Ох, вещь, я вам скажу, отвратная. Волосы у меня были как пакли. Я еще как раз помыла. Вот что значит перед видео нельзя что-то новое пробовать. Я помыла этим мылом волосы. И несмотря на то, что я потом использовала бальзам, они были в отвратительном состоянии. Если вы смотрели мой отзыв на линейку Доктор Кор, то там на видео видно, как у меня просто... А я еще пыталась ведь волосы спасти плойкой. Ну, в смысле, какой-то вид пристойный им сделать. Вот. Бесполезно было. Испоганила себе волосы. Еле их восстановила. Не советую. Там был такой круглый кусочек мыла. Просто отвратная вещь. А я так радовалась. Я всегда мечтала попробовать мыло нормальный в виде кусочка мыла. Я до этого покупала в компании Спивак. Тоже мне не подошло. Закончилось два шампуня моих любимых. И бальзам. Это линейка Ла Крем. Если бы можно, я пользовалась только ей. И у меня даже есть запасы. Это увлажняющий шампунь. Он делает волосики очень легкими, мягкими. Ну, конечно, в первую очередь он мне нравился из-за одушки. Почему-то здесь нету миндального. Хотя я им тоже пользовалась. Вот. Ну, что говорить. Линейки уже в каталоге нет. И на распродажах ее потихонечку распродали. А тоже были классные. Ну, сейчас тестирую новинки. Со дня на день запишу вам отзыв на них. Могу сказать, что тоже неплохие. А это мне очень нравилось. Бальзам у меня уходит медленнее, чем шампунь. Хорошо пенились. Прекрасно пенились. И только теплые воспоминания у меня о них. Закончилось три зубных пасты. Я использую зубные пасты только из линейки Эксперт Фарма. Они намного дороже к кислородной линейке. Но по качеству, мне кажется, они лучше. Вообще, моя любимая зубная паста плюс 200%. Ну, так как я блогер. Хотя мне не нравится себя называть. Так как это так звучит. А я блогер, я блогер. Вот. Нет. Я помощник в покупках компании Фаберлик. Советчик. Да и просто мама. Просто друг. Вот. Мне нравится 200%. Она очень концентрированная. Отбеливающая зубная паста. Она была такая голубоватая, с какими-то частичками. Не могу сказать, что она прямо отбеливает. Но они экономно расходуются. И это важно. Зубная паста с прополисом. Тоже приходилось побольше на щеточку наносить. Но она прикольная. Потому что она двухкомпонентная. Есть белая часть. Есть такая желтенькая. С привкусом чего-то такого. Да. Медово. Прополисного. Чего-то пчелиного. Для разнообразия очень приятно. Но после нее немножко, как будто что-то во рту скисляется, что ли. Но я ее... У нас как бы две зубных пасты всегда используются. Одна возле раковины, другая в душе. Поэтому меняешь. Утром одной, вечером другой не замечаешь. И зубная паста, которая у меня на втором месте после пасты, плюс 200%. Защита от зубного камня. Тоже неплохая. Покажу вам артикулы. Покажу вам. Вот. Покажу вам. Вот. 16.32, 16.85 и 16.59. Я, конечно, зубные пасты до донышка выжимаю. Не потому что я жадина, а просто потому что, если уж загрязнять экологию, то это должно быть максимально оправданно. Тюбики в переработку не можем сдать. Поэтому я использую все до донышка. Просто из экологических целей. Хотя сейчас кто-нибудь напишет, из экологических целей могла бы найти, чем другим почистить. У меня еще и зубной порошок, чтобы вы знали. Так. Теперь у нас дезодоранты. Эти двое мои любимцы. Дезик лакрем. Вообще люблю все время лакрем с мятой. И когда у меня появляется новый, так сказать, клиент очередной, обязательно один из продуктов, с которого мы начинаем знакомство с компанией Фаберли, это вот этот дезик. Он необычный, он мятный, он классный, он клевый. И он нравится всем, и он всех удивляет. А это мой любимец из линейки Fleur de Provence. В запасе огромное количество. Новиночки я протестировала, вам отзыв дала. И поэтому в ближайшее время я буду пользоваться только им. Так хорошо держится запах. При движении я ощущаю эту одушку. У меня и мист, у меня и дезик, у меня и мыло для рук. Мне очень это нравится. И классический дезодорант. Нежность хлопка. Практически ничем не пахнет. Ну как дезодорант, а теперь спирант хорошо работает. Следов на беле я не заметила, что поставлял. Стоит 50 с чем-то рублей. Этот 73, этот 81. А он вообще 53. Бюджетная линейка. Ну а теперь то, что я не знаю, к какой категории отнести. У меня закончились диски. На самом деле их больше закончилось. Но почему-то я забывала все время положить их в пустые баночки. Это мои любимые диски. Хотя нет, не самые любимые. Есть еще одни, которые получше них. Но их я нахожу только в одном магазине, если туда попадаю. А в интернет-магазине найти их не могу. И упаковка не сохранилась. Там такая фиолетовая упаковка. Я люблю диски. Плотные и с прошитым краем. Но вот у Беллы есть какая-то особенность. То вроде пользуешься ими, все мягко. А бывает там тоник, нанесешь ли двухфаску. И хоп, и как будто краешек тебя так царапает, режет. Но в любом случае Белла Коттон это хорошие диски. По акции на Яндекс.Маркете, когда там покупаешь две... Нет, покупаешь три. Покупаешь три, платишь за две. Я их приобретала большой, прям большой запас. Штук 12. Всего по 43 рубля, мне кажется. За 120 штук. Это обалденная цена. Вот. И Нуу Москита. Но их уже в каталоге нет. Это был браслетик. Еще у меня были пластыри. Не знаю, со мной работала. Мы отдыхали, когда с друзьями на природе. Нас не покусали. Как-то так случилось, что у нас закончилась жидкость от комаров. И я просто браслетики эти положила на подоконник, на стол. Ну, на ночь. Потому что деткам нельзя к ним прикасаться. Комары не покусали никого. Хотя, одна ночь без фумигатора. И утром ребенок просыпается весь просто закусанный на ней. Ну, а с этими браслетиками такого не было. Возможно, он не помогает с какими-нибудь мошками. Оводы. Не знаю, кто есть. Ну, не знаю. Ну, и напомнить хочу, что в текущем каталоге действует суперская акция. Оформляйте заказ на 2500 рублей. А платите только 1000. Никакого обмана. Вы оформляете заказ на 2500 в ценах каталога. Можно и больше. Выбирайте все, что хотите. Вы можете посмотреть все видео с моими пустыми баночками, где я даю совет, что стоит покупать, а что нет. А можете просто выбрать какое-нибудь красивое платье. Или брючки с блузкой. Блузку с юбкой. В общем, не важно. Да, куртку себе выберите. Или купите товары для здоровья. Да, у нас шикарные бады. И видео про них тоже будет. Выберите себе уходовую линейку, которая тоже скоро выйдет на моем канале. Обзор уходовых линеек. Выбирайте все, что хотите. На сумму 2500 в ценах каталога. Получайте автоматическую скидку 20%. И 1000 у вас списывайте. Под моими видео всегда есть ссылка. Она реферальная. Реферальная она, потому что, проходя именно по ней, вы попадаете под мою опеку, если так можно сказать. Я вас сама не донимаю. Просто отвечаю на любые вопросы. И быстрее, чем это сделать обратная связь. Есть, конечно, вопросы, в которых я не могу дать однозначный ответ. Такое возможно, потому что бывают просто какие-то ситуации, которых я еще не касалась. Например, я этим не интересовалась. Но в большинстве случаев я могу сразу дать быстрый ответ, выслать видеоинструкцию, фотоинструкцию. Напишите. Вы при регистрации получаете мой номер телефона. Вы можете написать в WhatsApp, Viber, Telegram, где угодно, задать любой вопрос. Глупых вопросов не бывает. Бывает просто что-то непонятно вдруг оказалось. Но это не проблема. Я всегда открыта к общению. Я рада к общению. Поэтому буду рада, если вы пройдете по моей ссылке. Ну а на этом всем большое спасибо. И всем пока-пока.